Сегодня говорим о парковой архитектуре. С 2012 года в столице действует программа по реновации скверов, садов и парков. По данным Мосгорпарка и столичного департамента культуры, 60% этих парков уже обновлено. Оставшиеся будут закончены в 2018 году. Что это за парки, изучаем в программе РБК «Недвижимость». Первый проект, над которым сейчас работает наше бюро, это проект парка на Хадынском поле. Здесь был аэродром сначала, начиная с 1929 года. Потом здесь была тренировочная площадка. И сейчас там, собственно, вот такой большой пустырь. Территория достаточно большая, 22 гектара. Мы делим весь парк на условные три зоны. Это вот территория, где расположены выходы из метро. Это самая интенсивная территория во всем парке. Дальше взлетно-посадочная полоса, на которой мы обустраиваем центральную площадь. И которая разделяет принципиально две по настроению разные эти территории. И дальше территория вот уже совершенно другая. Зона спокойного отдыха, занятий спортом, прогулы с детьми. Вот это будет происходить вот здесь вот. И важный момент, что здесь существует, ныне существующая здесь взлетная полоса. Вот такая вот дорожка, которая является самостоятельным, очень серьезным инфраструктурным и инженерным сооружением. Вы ее будете убирать? Дело в том, что нет, мы не будем ее убирать, потому что это гигантские деньги, их ни у кого нет. Это пять метров бетона. То есть она останется в парке? Наоборот, мы делаем из этой дорожки, мы делаем центральную площадь парка. И тем самым мы, как бы, так сказать, этот условный минус обращаем в абсолютный плюс. Это становится, наоборот, центральным ядром, где происходит вся инфраструктура. Тут будут расположены все центральные павильоны, кафе, каворкинг, библиотека, ну и так далее. Примета парка 21 века. Современная навигация. Для парка на Ходынском поле дизайнеры разработали ее в аэродромной стилистике. Вот стенд, который, например, располагается на центральной аллее парка. Мы сделали зонирование подобное взлетно-посадочному полю. Мы поделили парк на три части, где сектор А – это ландшафтная зона для прогулок. Б, которую мы видим на этой визуализации, как раз стала основной прогулочной зоной со всеми активностями. Также, помимо обозначения входа, здесь показана карта территории, чтобы можно было сразу сориентироваться, где какие объекты находятся, где станции метро, где сервисы и услуги самого парка. А где близлежащие улицы, чтобы зайти с одной улицы, а выйти с другой. Красногвардейские пруды являются историческим продолжением основной территории знаменитого парка «Красная Пресня». И проект, разработанный бюро «Ваухаус», направлен на их органичное объединение. Это экоархитектура, то есть сочетание дерева, металл. И так как у нас район «Красная Пресня», то дизайн-код всего проекта получился такой деревянный, с элементами красного и вписанный в природный ландшафт. Наш принцип был сохранение естественного ландшафта. Собственно, мы минимум вырубаем деревьев, там только те, которые в аварийном состоянии. И, собственно, идея площадки была интегрировать в эту среду. И, собственно, на существующие деревья будут рядом построены вот такие сооружения в виде домиков. Также все объекты расположены в парке по принципу такого секретного сада, то есть они нанизаны на маршрут. И одна из таких площадок – это павильон для йоги, который имеет такую закрытую территорию и возможностью заниматься, соответственно, круглогодично. Следующий парк, над которым мы работаем, это парк «850-летие Москвы. Вторая очередь». Он находится в районе Марьино. Соответственно, территория здесь сейчас, к сожалению, крайне такая неблагоустроенная, замусоренная. Вообще, на самом деле, территория просто крайне тяжелая, да, потому что она зажата между рекой и жилым массивом. Собственно, и по территории парка, прямо вот аккуратно по центру этого парка сейчас проходит лэп. Мы разделяем парк на условно три набережных, то есть которые будут спускаться по рельефу. Первая набережная – это променад, по которому можно гулять. Третья набережная – это условно место, где будут выстроены все кафе, павильоны, инфраструктура, прокат, кафе, библиотеки, кавортинги. Это все будет выстроено на второй набережной. И третья набережная – это просто большая прогулочная зеленая зона, где можно гулять уже с колясками, с детьми, совершать утренние прогулки, пробежки, заниматься спортом. И здесь будет подключение в виде спортивной инфраструктуры, в виде кортов, в виде площадок, знаете, спортом. Это будет вот на третьей условно по высоте набережной. Для этого парка также разработана уникальная навигация. Вот этот набор пиктограмм, которые были нами разработаны для парка из 150-летия Москвы, мы посмотрели те активности, которые предполагаются в парке, а их действительно много. Это и памп-трек, это множество уркаут-площадок, детских площадок, каток в зимнее время года. И основываясь на архитектурном решении, на форме указателя, на используемом шрифте, проанализировав всю эту информацию, мы разработали непосредственно для этого парка набор пиктограмм. Они уникальны. Отмечены основные места в парке – это кафе, это туалет, это зона проката велосипедов, прогулочная зона для собак. И, собственно, правила, которые важно показывать и напоминать, несмотря на то, что они стандартные в каждом парке, практически на каждом носителе. Как известно, существуют французские парки и английские парки. А к каким можно отнести современные московские? Современные московские, я думаю, что сочетают формат французских, то есть регулярных, и английских, то есть пейзажных. Потому что, на самом деле, этот формат, который сейчас в Москве реализуется, он уникальный. Вот это что-то парк? Это парк Митина, например. Он полностью посвящен археологической тематике, которая актуализирована и переосмыслена в современном, очень свежем и чрезвычайно интересном звучании и формате. Что вы собираетесь построить на этом месте? Музей, музейный центр, который будет полностью посвящен археологической тематике. Опять же, такого нигде нет. Это будет очень важная такая точка на карте всей Москвы, куда будет интересно приезжать, проводить здесь время. Здесь будет археологический отдельный маршрут для детей в том числе. Этот археологический маршрут будет связан точками, где мы, вот так сказать, ненавязчиво, но при этом очень интересно, очень изящно показываем ту археологию, которая в этом парке есть. Ну, надо сказать, что Митина – это район замка, да, то есть это окраина-окраина. Да, 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 конечно, но при таком формате, при таком подходе это станет местом, куда будут люди приезжать, условно говоря, люди, которые живут поблизости от парка Горького, они будут ездить в Митина гулять обязательно, совершенно точно, потому что в Митина будет то, что нету в парке Горького, и никогда не будет. Тут есть та археология, та тематика историческая, очень правильно подана, очень современно подана, ради которой стоит приезжать с самых удаленных каких-то, так сказать, мест, в том числе и за границей. Комплексное благоустройство парка в Олимпийской деревне в Москве будет закончено уже осенью этого года. Олимпийский парк находится на западе столицы. Он был открыт накануне Олимпиады 80-го года для отдыха спортсменов, а затем жителей района. Это пример навигационного носителя для парка Олимпийской деревни, который находится на улице Лобачевского. Очень интересный парк. Из названия следует, что он находится рядом с территорией Олимпийской деревни 80, соответственно, и весь стиль, на котором базируется стиль парка, берет свое начало из Олимпиады 80. То есть это парк спортивный, поэтому здесь много спортивных зон, много спортивных активностей. Опять же, для них всех были разработаны и пиктограммы, и правила поведения на площадках для различного вида спорта. За эту работу мы были удостоены премии Европейный дизайн эвордс. Вот здесь вот показана эта премия. Это золото в номинации навигации. Собственно, там сейчас завершаются финальные работы по благоустройству, и в ближайшее время он будет открыт. Навигация уже вся в полном чесноке. И, наконец, еще один парк, который откроется в 2018 году. Это водная зона в районе Левобережной. Еще один проект, над которым вы работаете? Да, возможно, интереснейший проект, которым сейчас наша бюро работает, это парк Левобережный, который находится на севере Москвы. Работы по благоустройству этого парка начинаются уже сейчас. Это осенью, получается, 16-го года, и это будет завершено к 2018 году. То есть можно будет прийти покупать в реальность? Да, в 2018 году уже можно будет прийти, искупаться, посидеть в кафе, зайти в библиотеку, посидеть каворкинг, взять на прокат велосипед или роликовые коньки и прекрасно, с удовольствием провести время. Это единственное место внутри МКАДа, где можно будет купаться? Да, это единственное место внутри МКАДа, где официально разрешено купание, и это будет благоустроенная, качественная территория, где можно будет провести время с интересом, с пользой, и действительно это какой-то очень новый и важный формат будет. Так получается, что большинство дорогого и комфортного жилья в Москве расположено вдоль Москва-реки и рядом с парками. Поэтому чем больше парков, тем больше комфортного жилья. Я Игнат Бушухин. Удачи в квадрате! КОНЕЦ